Жестокость даже к злым людям. Дорога в ад. Что уж говорить о жестокости к добрым людям. Привет, я Даша. И это вторая часть видео, где я рассказываю книг, в которых я с мамой не пересеклась. Их всего две. На самом деле, такие большие совпадения у нас всё-таки редкость. Книги мы читаем одинаково, но в разные временные периоды. Я начала в очередной раз перечитывать Волкодава, моего любимого Семёновой Марии. Начала с книги «Стави камень». Хотя её положено читать третье, несмотря на то, что здесь вся предыстория главного героя преподносится на блюдечке. О цикле книг Волкодава я снимала когда-то отдельное видео. Ссылку я на него оставлю в инфобаре. Поэтому повторяться особенно я не буду. Единственное, добавлю, что в начале каждой главы идёт стихотворение потрясающее просто стихотворение. Более того, скорее всего, они были услышаны уже, потому что я делала несколько видеостихов, так скажем. Они были взяты именно у Семёновой, именно из Волкодава. Никогда, мне кажется, я не устану перечитывать, и при этом каждый раз открывается что-то новое у Семёновой. Хотя я её читаю в Волкодаву уже с 2000 года, 14 лет. Сейчас, как минимум, каждый год, а то и по два раза я перечитываю. Представляешь, минимум 14 раз уже читала и не устаю перечитывать. И вторая книга, которую я хочу поведать, это «Легенда об Ураульфе» или «Три части белого». Автор у нас Марина Арамштам. Эта книга повествует об таком отдельном мире, созданном автором, где магия в порядке вещей. То есть она не так поправляется, как в «Тайности» или в «Гарри Поттере», или в «Фрониках нарканий», где, в принципе, существуют маглы. Здесь целостный мир такой вот. Вот как для нас нынешних компьютеры, все эти медицина, наука, биология являются нормой жизни, какими-то бытовой жизнями, так и вот в этом мире, собственно, магия, она не является чем-то таким «у-у-у, у тебя есть магия». Нет. Очень интересная, есть место и добрым делам, и злым, и интригам, и святости, и... Там есть всё. Отличное произведение, рекомендую. На этом всё, даже неожиданно, что так быстро. Желаю тебе отличных книг в марте и в последующих месяцах. Пока-пока!